Добрый день всем! Добрый день! 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 Бэтрайдер зачем пришел сюда? Я так понимаю, поживиться чужим добром. Ну, поживился. Разменялись, наконец-то, по фрагам игроки обеих команд. Фраг этот, по-моему, Клинт забрал. Да, для него великолепный подарок. На четвертой минуте, в принципе, по фарму он-то и не сильно проседал. Ну, теперь по Нетворсу должен опережать у нас большинство игроков команды. Да, не сильно, но уступает снайперу на 500 по голде. Ну, это, опять же, при том, что ФБ собрал у нас WTF. Так, ну что, зашли у нас за табор. Сэмэйдж уже направился на нижний лейн. Переагри вышку. Это просто, просто дамажишь своих переагри вышку, Сэмэйдж. Так, не хочу флеймить, но что-то я недопонял немножко. Нэйчис Профит не мог на протяжении четырех ударов переагрить вышку. Как-то это даже странно смотрится. Я уже не говорю о том, насколько странным это является по факту. Ну что, фиссура у нас с двоих. Гёст полетел, Фростар уловит. Роджи поджимает у нас, поджигает, точнее, уже Сэмэйдж. Ну, здесь еще один удар, Сэмэйдж догорит. Дальше погоня за Йоу. Четыре стака на него. Просто фаерфлай и сгорает у нас Дизраптор. Ничего сделать не сможет. Глимс качал. Глимс 2 в кача, но почему-то не ее зато. В это время снайпер разваливает у нас на миде... Кого? Рубика. Что вообще здесь Рубик делал? У нас внизу база скоро сгорит. Ну что? Гёста могут развалить? Возвращают его назад. Еще один удар. Убили Гёста. Дроу Рейнджер забирает фраг. Роджи под табор, но маны нет ни на что. Единственное, что может делать, это Контер Хеликсом крутиться. Но, опять же, Контер Хеликс от смерти не спасают. Убивают у нас Акса. Ну вот это пощечина. Закрывают также здесь АДТР. Прекрасно просто Сэмэйдж блочит крипами. Дабл килл для... Для, 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 для Тихи. На своем лайне он ничего не может сделать. А вот отправиться в лес или отправиться на нижний лайн и там наковырять себе несколько фрагов, это получается великолепно. Ну хорошо, поздравляем команду ТНС. 4-3. Они вышли вперед по фрагам и чуть-чуть обновятся графики. Я думаю... А, здесь за Денайл Тауэр у нас Бэтрайдер. Думал, что ТНС еще могут и Т1 по нижнему лайну снести. Это было бы вообще великолепно. В любом случае, у Клинца уже имеется 700 на руках. Есть Бутсов Спид, есть два Рейс Бенда и есть Сол Ринг. 800 также на руках. Ну, надо фармить. Надо фармить, надо быстрый оркит вытаскивать. Потому что дальше жизни не дадут. Тот же Снайпер того же Клинца развалит просто в щепки. У Акса появится Блэйдмейл и Клинц будет просто бесполезно. Так что надо, собственно, проблему еще в зачатке устранять. Ну и Плацдарм, в принципе, для фарма есть. Так, проседает у нас по ХП. Йоу, скорее всего, упадет. Нет, остается 25 ХП. Выживает и Шрапнелью. Неужели догорит? Да, догорает у нас Дезратор. 4-4 и Келлинг Спри для мидера команды Инвейджин. Ну, хорошо, что Дота относительно активная. По лайнам перемещаются игроки команд. Тауэрад сносят. Фраги делают. Восьмая минута, восемь фрагов. Один Тауэр уже упал. Останавливаться не стоит ТНС, потому что по пику снайпер, в общем-то, не почувствует скоро никого. Хотя, с другой стороны, Дроу Рейнджер... Ну, тут просто мид-гейм опасный для ТНС. Конкретно мид-гейм. Лейта 100% за коллективом ТНС. Я не буду, конечно, говорить о вот этих дамажащих ребятах с руки. Я, скорее всего, скажу Дроу Рейнджер. Во-первых, здесь Аура, которая позволяет всем героям команды ТНС иметь нереальное количество дэмэджа. Ну, кстати, сейчас почему-то не провязал у нас множе Ауру и уходит отсюда Бэтрайдера. Во-первых, это Аура. Во-вторых, сразу три лейтовика. Думаю, Нейчер с Профитом можно отнести к ним. Это не лишь оно будет смысла. А здесь, среди лейтов... Ну, я снайпера вижу. Вижу Акса, но это скорее мид-гейм. Так вот, переходя к лейту, в составе Invasion, пожалуй, один серьезный лейт, это снайпер. Ну, тоже мягковатый, конечно. Если где-то зацепить, то проблемы могут быть невероятны у снайпера. Но касательно мид-гейма у команды ТНС, в общем-то, проблемы. Если сейчас раннюю игру не перевести в свою пользу, причем с явным отрывом, то проблемы в мид-гейме будут стопроцентные. Акс забирает даггер, Шейкер берет даггер, Бэтрайдер получает даггеры форстаф и по одиночной фраге будут нон-стоп просто литься. Один ульт, один фраг. Очень-очень просто решаются эти вопросы. Айоу, может догореть. Опять он вроде бы выживает после дэмэджа, но дальше горит, горит, пылает. Но Баттлхангер его доедает. Все. Акс забирает еще один фраг. 4-5 инвейджин выходят вперед по золоту. 500 инвейджин, по экспириенсу 2000. Все те же инвейджин и спортс. Ну, по нотворцу на первом месте снайпер. Он никуда не уходил с лайна. Он сделал три фрага, никуда не уходя с лайна. Для того, чтобы заработать три фрага к линцу, ему понадобилось сначала в лес отходить, а потом на нижней линии еще ковыряться и где-то кого-то добивать. А у WTF все ровненько. Стоит на лайне, на миде крипы сами идут на него. Он просто стоит на хайграунде и поодиночно отстреливает то игроков, то крипов. Сделали невероятно комфортную линию у нас WTF. И это сделали не игроки его команды, это сделали соперники. Ну, спасибо большое. Готовьтесь. Я думаю, очень скоро снайпер за это будет в кавычках благодарить своих соперников. Так, а кто-кто у нас дает... Эта ульта была от... Даззла, да, Даззл не пожалел ульту со старта. Она, конечно, ничего никому не даст, но желание драться тому же к линцу отбили. Ну и Денай Тауэра теперь со стороны команды ТНС. У Смэша. Ну, талисманы, пауэр трэдс. Я так понимаю, у нас Nature's Profit идет в Блэйдмейл. Блэйдмейл, ну, такой стандартный Блэйдмейловско-даггеровский Nature's Profit. Ладно, пускай это когда-то работало, возможно, и сейчас сработает. Но не поручился бы за это у Дроу Рейнджер. Мом есть, есть рейсбэнд, есть пауэр трэдс. Ну и у Гно же также 600 на руках. У Клинца, фейсбутс имеются. Тихий решил быстро бегать, больно бить. Без проблем. Аквила есть, есть рейсбэнд, есть Солринг, ну и 400 на руках. Но можно забирать крипа и попытаться кого-то подрасковырять здесь. Почему бы и нет? Вижена, я так понимаю, нет. Фиссура пошла у нас от Шейкера. Гно же пытается зацепить Родги. Как много крипов вокруг, Гно же развалился. Квилинглейд по голове. Развалили. В это время Тихий у нас забрал Дазла. Начинает настреливать по снайпе. Да, ставь ты в покое, Акса. Самый жирный герой. Бейте Шейкера. Да, Шейкер, скорее всего, здесь проседает. Еще один фраг для команды ТНС. И теперь погоня уже за Роджа. Ну, здесь попадает просто под Агру на Стихии. Нет возможности уйти или уйдет. Неужели уйдет? Да уйди ты, быстрее. Врезается в фиссуру. Не увидел фиссуру Шейкера. Хотя, как ее можно было не увидеть, непонятно. Нейчерс Профи тоже у нас разваливается под вражеским Тауэром. Ну, это, конечно, развал от Инвейжен. Но ТНС своими руками роют себе могилу. Во-первых, на фидели снайпера. Во-вторых, льются и льются не обдуманно. Возможно, какие-то крылышки где-то там подвыросли. Они расправили их и решили, что все можно. Нет, ничего нельзя здесь. Особенно такими движениями. Клинс подставился невероятно глупо. И отдался тоже невероятно глупо. Мог уже избежать Квилинг Блейд. Там действительно можно было уйти без проблем. Где-то какую-то миллисекунду у нас Акс начал крутиться на ровном месте. Не через Контр Хеликс. Я имею ввиду прокликивать. Не на эту часть локации. Был вариант уйти, не потерять стрик. Нечис Профит в это время Шейкера у нас добивает. Где? Неужели под Фонтаном? Где это было? На миде у нас разваливается Шейкер. Да. 7-8. 7-8. По золоту инвейшн 2 тысячи. По экспириенсу 3 с лишним. Бэтрайдер. Произал даггер. Увез у нас под Фонтан Сэмэйшн. Ну а здесь в это время убили снайпера. И неплохой размен. Тихи надо бежать отсюда в инвиз и бежать отсюда. Нет. Никуда у нас не отправляется тихи. Еще здесь нет в принципе виженов команды ТНС. Пока что 2 в 1 размен. Бегут дальше за Севеном. У Севена нет маны ни на телекинес, ни на фейтболт. Вообще ни на что. Ну. Это называется смерть. Возвращается у нас Акс по Тауэр. И возвращается с трипл киллом уже заработанным. После даггера еще кучу золота подарили Аксу. Я так понимаю выход у нас. Куда у нас там выход? В Кримзон Гвард сразу же. Все. Просто получите распишитесь. После полученного даггера. И был уже вангвард у нас для Роджи. Моментально появляется Кримзон Гвард. Просто на ровном месте втроем слились. Стоила ли смерть Шейкера или даже снайпера трипл килла от Акса? Наверное нет. Ну и вот мы переходим в ту стадию игры, о которой говорилось немного ранее. Сейчас начинается мидгейм. Команды уже имеют в своих составах игроков, у которых вторые ульты, у которых начальные артефакты. Даггер, Кримзон Гвард на том же Аксе. И вот теперь именно Акс станет головной болью команды ТНС. Врываться и делать по одиночной фраге не проблема совершенно. У Тихи 10 левел. У Акса 11. У Снайпера 11. У Дагдаза у нас не интересует. Бэтрайдер. Бэтрайдер 9 левел. Ну а по остальным левелам давайте по командам глянем. Два одиннадцатых в составе Инвэйджон, остальные десятые Тихи и девять и ниже в составе команды ТНС. Единственная радость для команды ТНС это скорее всего Шейкер 4 левела АДТР. Уже у всех есть 6 и даже более АДТР 4 левела, 0-3 у него счет. Что там с Оркитом? Да ничего с Оркитом. Тихи не думал пока об этом вопросе. Рано. Я слишком молодой для этого артефакта. Даже удивительно. Пока что на Оркит и не собирается у нас Клинс. Через Фейс Бутс, через Сол Ринга, Квила, ну в максимум Рейс Бэндов. С руки, в принципе, дэмэдж хороший. Под Даурой вообще великолепный. Ну и с ДД еще Клинс. Тут сладкая цель любая могла бы быть. Даже можно было попробовать Акса через Стрейф развалить. Пока что ищет. Ищет Клинс, никого не находит, отправляется на лей. Ну, возможно из-за неопытности не реализует. Такие важные игровые моменты ТНС. Ну, возможно, по щам отхватили вот Invasion Sports и немножко сбили с них эту спесь, которая была в начальных минутах игры. У Бэтрайдера Даггер есть, у Роджи Даггер есть. Кому еще здесь нужен Даггер? Аксу Шейкеру еще нужен Даггер. У Шейкера, наверное, уже летит. Нет, у Шейкера четвертый левел, там полная беда. Поймали Сэмэйча. Ульту перед смертью, наверное, даже и не даст. Ну, ничего абсолютно не произвел у нас Nature's Profit. Просто отъезжает в таверну. 9-12. ТНС выходят на топ-лейн. В принципе, можно и задефать. Очень быстро можно развалить у нас мид-лейн и отправиться дефать топ. WTF под Момом. Фейсбутцы есть. Глифа нет у команды Invasion и топ-тауэр отдают. Здесь отдают в это время ТНС свой мид-т1. По золоту давайте посмотрим. Полторы тысячи Invasion, по экспириенсу три тысячи. Не такое преимущество, как казалось мне, будет на протяжении всего матча. Ну, только-только закончился early game. По ранним артефактам у Акса мы видели Даггеру, Бэтрайдера, Даггер мы видели. WTF тоже по артефактам все великолепно. Яша имеется по Нетворцу. На втором месте Снайпер. И вот что интересует, это, наверное, Гноджи. У него третий Нетворц на карте отстает у нас от Акса на 1200 и на 900 отстает от Снайпера. Дэмэджа много, у всех много дэмэджа. Дизраптор тут без артефактов вообще и то с руки 117 умудряется бить. Даже больше, 150 пошел у нас уже от Дизраптора, включили Ауру. Гноджи врывается на Роджи и сразу же по Даггер, по Шрапнелью. Но убивают в это время Снайпера. Даблкил от Тихи. Клинц хорошо себя чувствует. Появляется Митрилхаммер, готовится выйти в Блэкинг Бар. Ну и все, уходите отсюда, как можно быстрее. Успевает сделать ТП-аут отсюда. Вот Нэйчис Профит ожидают проблемы. Нэйчис Профит у нас, кстати, идет в Оркит. Ну, сказать, что лишний будет Клинцу Оркит, нет. Это точно не так. Ну, пока в БКБ решил затариться у нас Тихи. 11.15. По графикам ничего пока, никаких изменений не произошло. Немного позже посмотрим. Так вот, если будет БКБ у Клинца, что, собственно, дает эта команде Инвейшн? По-моему, ничего вообще не дает. Да, фиссуры, наверное, от Шейкера пройдут в никуда, или Эхо Слэм пройдет в никуда. Но, в любом случае, Акса придется бить, от Квилинг Глейда придется умирать, в Лассо от Бэтрайдера придется сидеть. А Снайпер с руки как бил, так и будет бить. И этот БКБ абсолютно фиолетового цвета становится. Чуть-чуть не хватило демэджа у нас у Тихи. Клинц не добивает Бэтрайдера. Ну, здесь действительно проблемная ситуация. Гюст отсюда ТП-аут как можно быстрее и правильно делает. Форс Став уже имеется у Бэтрайдера. Ну, Топ-5 на Творс на карте. На 18-й минуте ничего удивительного в этом, собственно, и нет. Клинц на 4-м месте. 7000 насобирал. 7200 у Дроу Рейнджер. После Яши готовится выйти в Сенж. Ну, и Сенжин Яша. В итоге получится. Нейчис Профит уже. После Обливиан Става приобретает себе еще одну Сейдж Маск. Ну, здесь Роубов Мэджи просто, я так понимаю. То ли кликнул лишний раз Нейчис Профит и не заметил это перед смертью. Возможно, закупался. А, возможно, просто поносить с собой на всякий случай. Вдруг пригодится. Продать можно, там, 200 копеек терять, 225 копеек потерять. Это не так страшно на 20-й минуте будет. Через медальон у нас Крипов пытается разбирать даже Икс. Так, на миде замес. Тихи убивает Бэтрайдера. На миде команда ТНС, в принципе, силами одного Клинца развалили одного из важных героев команды Инвейдж. Ну, третьего, пожалуй, по важности. Бэтрайдер у нас основная боевая единица, которая будет врываться и сразу же рушить ряды команды ТНС. И вот Бэтрайдер ворвался. Бэтрайдер отхватил. Лассо не дали проюзать. Очень быстро справились у нас с парнем на летучие мыши. Нейчис Профит сносит топ. Семейдж забирает себе этот Тауэр. Уже готов обливин стаф. Остается совсем немного до орки, до шейкер. В это время забирает Дизраптора и убивает Рубика. Ну, минус 2 саппорта. В это время уже под хайграундом находится команда ТНС. Не улетает отсюда Нейчис Профит. Можно подпушить. Ульта есть. Просто дай ее. Отправляет на Тауэр. Здесь команда Инвейджин, как я понимаю, решила на Рошана. Но в это время упадет. Просто упадет топ. Ну, нет Дизраптора. О, нет. Да, нет Дизраптора. Глимзануть назад. Бэтрайдера нельзя развалить. Тем более. Оркит уже должен сейчас прилететь у нас Нейчис Профиту. Рошан падает под медальоном. Относительно быстро у WTIF много дэмэджа. Ну и Роджи готов танковать. Всего, в принципе, тоже достаточно. Роха падает, а Эггис для снайпера. Все, у СМЭйджа готов Оркит. Правда, 11 левел, ближе к 20 минут, 21 минута уже на карте. Это нехорошо. Все остальное, в принципе, нормально. По фарму неплохо себя чувствует. Топ-3. Ну, четвертое, пятое и третье места за командой ДНС. Первые и вторые отдали инвейдженам. Но дальше пропасть. Дальше пропасть. Вплоть до Бэтрайдера и до Дазла. Между Бэтрайдером и Дазлом вообще 3000 разницы. Это на 20 минуте. Это дофига. Это разница между шестым и седьмым местом. То есть, это не топ-фарм и второе место, например. Саппорты отстают и достаточно сильно отстают от основных героев. Снайпер в инвизе. Shadow Blade приобретает себе W-Tiff. Нестандартное решение. Решил избавляться, видимо, таким образом от Сайланса. Да и вообще от всего-всего у Клинца появляется Дезолятор. Вот куда. Никакого БКБ забудь вообще об этом. Все, что я там себе насочинял, тихий отправил в корзину и нажал очистить. Появляется Дезоль. Ну и демеджа куча здесь. Орб убрали, поэтому демеджа тьма тьмущая у Клинца. Уже сейчас, собственно. Под аурой дровки. Под включенной 300 с руки. Плюс стрейф. Скорость атаки огромнейшая. Плюс. Плюс, плюс, плюс. Ну вот, пожалуйста. Съедает крипа и 310 с руки плюс минус деф от Дезолятора. Это, конечно, печаль. Просто одного человека ловишь через стрейф моментально. Мне кажется, не успевает у нас Икс прокликивать даже толком. Грейф. Вот. Три удара. Три удара без... Ну да, со стрейфом. Но это поздновато немножко. Чуть-чуть бы пораньше. Я думаю, не сориентировался бы даже толком дазов. Глимсу его назад. Пусть катится к чертовой бабушке отсюда. 12-17. По золоту. Инвейджин. Выигрывают 4000 по экспириенсу. Да, по экспириенсу. 4000 по золоту. Всего лишь 1000 в пользу команды Инвейджин. Ну, нормально себя чувствует Клинс. Выходит, в принципе, уже на одну... На ту же позицию, что и Дроу Рейнджин. А у Дроуфки отсовывание всего лишь на 1000 с копейками. Он топ Нетворса на карте. Это Роджи и это Снайпер. Акс немного замедляется в фарме. Но это неудивительно. У нас 23-я минута. Подходит к концу уже. Не Акс должен выходить на основную сцену. А совсем другие персонажи. Ну, тут речь идет о Дроу Рейнджер, о Клинсе и о... Конечно же, о Снайпере. Смэш прилетел сюда, наверное, очень зря. Под Шрапнелью, в Лассо. В принципе, закономерный фраг. Тут никто не простит у нас Нейчерс Профита. По хп там проблемы полные. И, кстати, появляется Ставф оф Визердри. Я думаю, готовится выход в Некро. Чего еще, в принципе, ожидать у нас от Нейчерс Профита? Ну, Роуп оф Мэджик просто отправляется в никуда. Тут можно и выбросить. Тихий ждет. Готов и ждет. Просто кто-то из саппортов должен появиться. И он разваливает. Теперь на Тауэр пошел у нас Тихий. Зачем, если можно было с саппортами разобраться? Ну, стоят же под статик-штормом. Иди и бей. WTF должен рассыпаться. Нет. Сначала с Аксом решили разобраться. Тихий на лоу хп погибает здесь. Какая нелепая смерть. И еще больше нелепая жизнь Тихий. Это абсолютная бесполезность. Только что была на ваших экранах. Краткометражный фильм. Как выформить Клинца за 24 минуты и не сделать ничего больше. Просто стоял Билл Тауэр. После этого просто подошел и умер под этим самым Тауэром. То есть Тауэр не добил. Игроков не добил. Немножко надамажил Акс. Акс, в принципе, живой, здоровенький. Отправляется на Тауэр. Но это слив полнейший. В данном файте, конечно, команда ТНС потеряла очень много. И даже в каком-то, скорее всего, настроенческом плане. Ну что, врыв у нас пошел на СМЭйча. Лассо. На лассо нет маны. Но мана здесь не потребуется у нас. Бэтрайдеру Роджи решает этот вопрос в свою пользу. 9-1-6. У Акса крутейший КДА. На 25-й минуте 9 фрагов, 6 ассистов. 15 из 22 у нас Акс принимал участие. И, как видим, более чем результативно. По артефактам. Готовится выйти уже в аганим у нас Роджи. Остается до аганима всего ничего. 1450 по золоту. Снайпер. Сэнжин Яша. Кстати, WTF у нас уже на хайграунд решил забросить шрапнель. И там немножко пострелять. Аегис спал. Ну, кто будет врываться от команды ТНС, я не представляю. Так вот, у Снайпера после Шадоу Блейда появляется Сэнжин Яша. И еще сверху Ultimate Orb для WTF. Думаю, не лишним будет выйти в Скаде. Снайперу. Ну, и Акс мы видели. У Шейкера Даггер есть. Ну, и тут копеечки сверху. Накапали. У Бэтрайдера имеется Геосептер. Ну, это понятно от кого. Это вот от кого. От трех последних героев команды ТНС. Давайте по составу ТНС пробежимся. Нейч из Профит после Оркида. Став у Физердри пока что больше ни на что не созрел у нас Сэмэйдж. Здесь после Дезолятора 1400 на руках у Клинца. Дроу Рейнджер. После Сэнжин Яша Огр Клаб готовится выйти у нас в БКБ. Ну, а вот же у Рубика Даггер откладывается до лучших времен. Геосептер покупает себе Севен для подсейва. Ну, и Дезраптора. Из тех вещей, которые можно назвать артефактами, только Транквил Буцы. Все остальное пыль полнейшая. Под смоками Тинси отправляются на топ-лейн. Решают здесь кого-то найти, а вот Инвейджин уже у них за спиной. Ну, Смоук не спадает. Пока что Инвейджин не знает, где находятся их соперники. Севен видит у нас Шейкера, поднимает его назад, возвращает. Куда, кстати, делся Шейкер? Куда, куда, куда? Шейкер у нас в блинкаут сразу же. Ни одного удара по Шейкеру не сделали. В это время Дезраптора убили. Роджи убивает, скорее всего, Севена. Гадлайк у нас для Акса. А ДТР Келлинг Сприн. Ну, минус 3. Просто погнали команду ТНС. Ну, здесь 100% умирает Нечас Профит. И одна дровка отсюда свалила. 2000 на руках у Гночи. Клинз, мягко говоря, бесполезный. Да, тут 8 убийств, но 5 смертей. Коргерой не должен так часто умирать. Иначе, что это за Коргерой? Минус 4. Инвейджин сделали и отправляются на вражеский хайграунд. Есть байбек, если что, у Тихи и у Гночи. Но Гночи, в принципе, жив. Ему это не обязательно. Будет стараться делать размен. Но какой шанс вообще сделать размен? ТП сюда от Бэтрайдера. Можно было бы подраться, я думаю, с Бэтом. Ну, наверное, и знал прекрасно Гночи, что нет, там Лассо. Но непонятно, кто там за Бэтрайдером может стоять. WTIF с слоу-граунда. Настреливает по Т3. Мидлейн 3-щит у команды ТНС. Инвейджин, в принципе, с фуловым тауэром стоят на топе. Ну, все, отходит. Отходит Инвейджин. Вот так вот. Напомню еще раз, это 1-8 финала. У нас тут плей-офф, поэтому катки в формате Best of 3. И, собственно, вы можете это видеть и на верхнем баре. Все понятно. До двух побед победитель проходит четвертьфинал. Проигравший отправляется готовиться к следующему турниру. 2-400 на руках у Дроу Рейнджера. Осталось совсем немного у нас до... До БКБ. Уже приобретает себе Митрил Хаммер. И осталось всего лишь 600. До БКБ. Будет ли он спасать этот БКБ, не знаю. Но то, что крепче будет Дровка, это уже... Плюс. В любом случае. Потому что сыпется команда ТНС очень быстро. Команда действительно мягкая. Некем, неким, 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 неким танковать. Некем впитывать дэмэдж. И вообще никакого героя, который мог бы переживать хотя бы половинный рассказ команды Invasion. Я уже молчу о тех, кого цепляет у нас Снайпер. По левелам. Давайте пробежимся. 18-го левела Снайпер. 19-го Роджи. 16-го Бэтрайдер. Ну и дальше, дальше плохо все. Так, Рубика поймали. Через Фессуру. Квилинг Блейд не успевает у нас провязать Роджа. Но Рубик отсюда не уходит. Еще один Баттл Хангера. И, в принципе, добивать только можно. Нет, нельзя уже добивать никого. Роджи. Бьенг Годлайк. Ну, ТНС просто не додержали. Это вот он. Мидгейм у нас подходит к концу. И мидгейм 100% за команда Invasion. Теперь вроде бы в лейту надо выйти. Но куда ты выйдешь в лейту, когда у тебя мидгейм провален с треском? Клинс становится бесполезным. Никого не убивает. В последнее время у нас стихии. И ничего, собственно, полезного на карте не делает. Кроме, разве что, фарма по лесам. Есть ли гем у кого-то? Нет, есть просветка. А гем есть у Бэтрайдера. Тихий, по-моему, доигрался. Да. Лассо, Файрфлай и бежать. Все. Загрили на себя. Разваливают у нас моментально клинца. Как будто мало было аксу фрагов. Отдают ему. Эхо слэм пошел у нас от ДТРа. На лоу хп бежит отсюда дровка. Но это недолго. Недолго. Тэп аут. Никакого. Ну зайди же на хайграунд. Это же элементарная ошибка. Это подготовительный класс по доте. Ну, не поверила дровка, что доживет у нас до хайграунда. И что будет возможность сделать тэп аут. Но я тоже не поверил бы в это. Там либо пройдет, либо не пройдет. Действительно, времени не было. Баттлхангер съел бы у нас дров рейнджер. Севена убивают. 31-12. Доминейтинг для снайпера. И общая картина печальная для ТНС. 14 тысяч в пользу Invasion Sports. И по экспириенсу за двадцатку в пользу все того же коллектива. У Роджи уже появляется Мистик Став после Аганима. Ну, все великолепно по фарму по Нойтворцу на первом месте Акс. Это даже немножечко странно. 17 тысяч 400 он нафармил. Ну, 14-1. В принципе, ничего странного. Когда смотришь на такой КДА, вопросов больше не возникает. Клинц отправился в лес, как я понимаю. Или куда вообще отправился у нас Клинц? Да, пошел поесть крипа. Все, забирает крипа. Вроде бы нормально хп, нормально дэмэджа. Но где ты вообще дэмэдж этот применить можешь толком непонятно. Сэмэдж решил отпушить лайну. Ну, и нормально. В принципе, нормально. Лайн стоит. Клинц ловит у нас ДТРа. Три удара хватает у нас Клинцу. Плюс один крит, чтобы убить одного саппорта. Шекер моментально рассыпался. То же самое будет с Даззлом. Стрейв, кстати, юзал ли? Да, Клинц юзал на Стрейв. Ну, в принципе, не убудет. Через 15 секунд будет новый. Да, саппортов Клинц выключает без вопросов. Ну, вот что делать с кор-героями? Как быть с Аксом, у которого 2400 по хп? Скоро появится Шива. Насколько я понимаю. Или вообще в идеале Хекс. И тогда у команды ТНС огромнейшие проблемы. Минус один кор-герой. Минус один дамажащий герой. Это полнейший будет провал для ТНС. Фарсир у нас. Разваливается на собственном хайграунте. Снайпер просто в соло его разбирает. В это время Тихи с нормальным дэмэджем. Вместе с Клопой. Забирают Рошана. Аэгис для Клинца. И бежать быстрее на базу. В это время горит Тауэр. Т3 снесли. Нэч из профита. Появляются вторые некра. Как я понимаю. Да, вторые некра для СМЭйдж. Ну и уходит команда Инвейдж. Они понимают, что как-то укрепилась у нас ТНС. Плюс Аэгис потерян. Значит, дэмэджа нормально. Возвращает у нас к Дазла. Выталкивают Дазла из Кенетик Филда. Ну и теперь проблемы. Огромную Дроу Рейнджер. Поднимают Роджи. Где Клинц? Клинц настреливает у нас по WTF. Под Грейбом. WTF. Тихи убивает Дазла. Агрят на себя его Акс. Ну можно бить. Дэмэджа много. Уходит у нас в Инвиз. Убили ли Бэтрайдера? Бэтрайдера глимсуют назад. Бэтрайдер в Драку. И это плохо отдает Вижн у нас по Тихи. На Лоу ХП уходит отсюда Роджи. Эхо слэм от АДТР. Сэмэдж развалился и живет пока что Клинц. Два удара по Шейкеру. Даблкил. Даблкил от Тихи. 2700 на руках. Ну Клинц нормально дамажит. БКБ туда и можно жить. Акс на Лоу ХП отсюда ушел. Значит, можно сражать. Никуда у нас Акс не ушел. Два удара. Ну же, беги. Ну выйдешь же ты вперед. Дай ему в лицо удар. Ну, Клинц уже поверил, конечно, в свою удачу. Но это полнейший трэш. И угар от Тихи, честно говоря, даже не смешно. Решил, что достанется ему Т2. В принципе, спокойно. Ну, я не очень понимаю. Такое обычно происходит, когда... Слишком верят в своих силах в пабах, ребята. Но это профессиональная сцена. Тут призовые сумасшедшие в этом турнире. Три... Еще раз прислушайтесь. Три тысячи долларов США. Огромные призовые. Тихие все шансы на победу в первой катке. В принципе, сейчас отдаем. Три тысячи долларов. Рубка будет кровавая. ДДОС. Полнейший постоянно. Многотысячная аудитория. Ну, понимаете, прекрасно. Турнир такого уровня. Ладно, это я смеюсь, конечно. Но, с другой стороны, что, команды собрались нормально. И почему бы не стримить? Тем более, азиатская ДОТа в последнее время, по-моему, веселит больше, чем Европа, больше, чем Америка. Пики где-то нестандартные. Полностью перевернулась картина по сравнению с двумя, тремя годами ранее. Когда азиатская ДОТа, это одни и те же герои. Это фарм по 50, по 60 минут. А потом еще фарм по 50, 60 минут. Матчи по огромное количество времени. Сэмэйдж. Увидел у нас Курьера. Быстренько с Курьером разобрался. Правда, нет, в принципе, ТП. Уйти отсюда нельзя. Ну, команда Инвейжн не реагирует на это. Решили обойтись без Курьера какое-то время. Там, кстати, пустой Курьер, если я не ошибаюсь, умер. Нет, в Курьере был Войт Стоун. Это для Акса. Подождите, подождите. Да, для... Нет, не для Акса. Это для Бэтрайдера. Бэтрайдер, как я понимаю, готовится выйти у нас в Ю. Сэмэйдж. Сплитпуш на топ. Шейкер. Ульта туда. Сэмэйдж на лоу хп. Сюда же Герст прилетает. Убили Нэйч из профита. Но ошибки детские. Он прекрасно знает о наличии Шейкера в составе команды Инвейжн. Стоит в окружении своих же крипов. Если где-то стоять под нейтра... Под крипами обычными, радиентовскими, это понятно еще. Они неуправляемые, они просто чокнутые, ходят куда хотят. Но Энты, они же принадлежат у нас Нэйч из профиту. Просто отведи их от себя и поставь с той стороны. Во-первых, Вижн. Во-вторых... Во-вторых, Эхо Слэм не полетит на тебя со всей мощью. Инвейжн. Забирают мид команды ТНС. По-моему, это начало конца. 15 тысяч по золоту Инвейжн. По экспириенсу 20 тысяч. У Тихи появляется Дэмон Эйдж. Готовится выйти куда? Ну, готовится выйти в Дейдалус. Да, тут, в принципе, уже подготовка окончена. Осталось немножко на рецепт накопить. В это время ТОП падает. ТОП. Тихи. Проснись, дорогой. Ну, как же так, а? Тихи просто бегает по лесам с ДД, пока вся команда Инвейжн занимается ТОПом. ТОП снесли. Возможно, верит команда ТНС, что где-то можно будет подпринять кого-то. И потом уже пойти сразу же снести лайн. Ну, всё. Всё, увидели у нас Клинца. Ласо на него. И что ты будешь с этим Дэмон Эйджем делать? Да ничего, можешь оставить себе. Ну, конечно, от Клинца провальная игра. Герой интересный, свежий, классный. Но что ему делать, этому герою, если им управляет такой сорвиголова, как Тихи? Ну, неоднократно влезает. Ну, без матов даже не скажешь, куда влезает. И это нон-стоп происходит. И это происходит на 38-й минуте, когда такие ошибки просто запрещены вообще. Чуть ли не механикой доты надо запретить возможность бегать одному на 40-й минуте. Пошёл, взял руну ДД. Ни одного удара не нанёс, просто отдался. Это при потерянных двух лайнах. Собственно, не оправдывается действие Клинца ничем. Никакой положительной... Никакого, точнее, никаких положительных действий он не произвёл. Начи с профита. Третий Некра. Улетает у нас отсюда с Мэйдж. У Роджи появляется Шива. А после Шивы 1000 по золоту. У Бэтрайдера тоже, в общем-то, по золоту всё великолепно. Есть Даггер, есть Форд Став. Готовится выйти в БКБ. Опять же, Геос Септер и Гем. Вообще не обязательные артефакты. Но, тем не менее, Бэтрайдер себе их приобрёл. У Клинца тем временем 618 на руках. Тихий. Подарил только что рецепт на Дейдалу своим соперникам. И подарил им ещё 2 минуты свободного фарма. Убиваю Дроу Рейнджер. Как, зачем, почему, чего команда ТНС добивается такими решениями, мне непонятно. В это время Сэмэдж вроде бы спушил Т3 на топе. Кстати, сильно ДТР просел у нас по ХП. Но Роджи здесь быстро разберётся и с крипами, и со всем лайном. Ещё раз разваливается Клинц. Без вопросов. Просто рассыпается. Ну, здесь всё. Здесь good game, well played. Go next. Трипл килл от Снайпера, минус 5. Для команды Инвэйжн. ТНС показали пабовскую доту, которая не сработала. Без вопросов. Поздравляем с первой победой команду Инвэйжн. Ну и ждём, чем ТНС у нас ответит. Ну, видно, видно, недостаток опыта от оппонентов команды Инвэйжн. Видно недостаток опыта не только в вопросах сыгранности, но и в вопросах индивидуальных. Ну, я так понимаю, составчик там молодой. 0-9, 0-8, 1-5, 4-12. Ну, Клинц кое-как барахтался, но Клинц, в принципе, и слил игру в конце. Барахтался. Ладно, переходим на следующую игру. Пока немного музыки. Я вам таблицу открою. Вы там посмотрите, как команды идут в турнирах. Не в турнирах, точнее, как команды идут в плей-офф. Кто на кого может попасть. И спроецируйте себе в голове, что там, да как интересно может вылицоваться в ближайшие дни. Напомню, матч, турнир до 29-го числа. Постараемся показать вам все матчи. Пока не забывайте, заходите в группу, подписывайтесь, ну и нажимайте follow на твиче. Все, пару минут, пауза и переходим к следующей игре.